Ежегодное послание президента. Какую инициативу Казанского Федерального Университета поддержали? И менее 100 вузов в субъектах Федерации будут получать гранты от 100 миллионов рублей и выше на открытие студенческих технопарков. Такого у нас еще никогда не было. Итоги Всероссийского ежегодного форума Russian PR Week. Форум был насыщенный. Такого еще у нас никогда не было, потому что зарегистрировали большое количество человек. Летом 2023 года в КФУ пройдет Международный конгресс лингвистов. Какая работа уже организована по этому направлению? В 2023 году наш Казанский Федеральный Университет посетят авторитетные лингвисты. Всем привет! В эфире Универ Ньюса в студии Надежда Дик. Сегодня свой юбилей отмечает заведующий кафедрой медицинской физики Казанского Федерального Университета Аганов Альберт Вартанович. Поздравляем с 80-летием! Желаем жизненной энергии для реализации всех поставленных задач. К главным новостям. Сегодня состоялось ежегодное послание президента Российской Федерации Владимира Путина. Важно, что была обозначена тема, затронутая еще в январе на прямой связи со студентами Казанского Федерального Университета и лидера страны. Ценно, что президент не забыл этот вопрос. Начиная с текущего года, не менее 100 вузов в субъектах Федерации будут получать гранты от 100 миллионов рублей и выше на открытие студенческих технопарков, бизнес-инкубаторов, обновление учебно-лабораторной базы и программ обучения. На такую поддержку смогут претендовать все государственные вузы, в том числе те, где готовят будущих педагогов, врачей, работников сферы транспорта и культуры. Для университетского сообщества это особенно ценно, что мысль о технопарках не была забыта. Мы как студенты, в частности я студентка института физики, считаем, что для развития инженерного направления в нашей стране и поддержки университетов нам необходимы такие технопарки, где бы студенты могли объединяться и создавать совместные проекты. Напомним, эта тема была затронута в Татьянин день 25 января 2021 года, когда Владимир Путин проводил встречу со студентами России. Тогда студентка первого курса магистратуры института физики Казанского федерального университета Ангелина Спиридонова выступила с вопросом о поддержке студенческих технопарков. В связи с этим у меня вопрос, возможно ли создание таких студенческих технологических мастерских, своеобразных университетских технопарков у нас в России при поддержке государства. Такой способ подготовки, о котором мы сейчас сказали, чрезвычайно важен и очень интересен как опыт. Но вот то, о чем вы сказали, это отдельная тема, это нужно отдельно посмотреть, посчитать, в том числе эффективность и материальные затраты. Но сам по себе опыт хороший. Посмотрим. Спасибо. Спасибо за то, что подбросили такую идею. Во время же ежегодного послания федеральному собранию Владимир Путин также заявил о необходимости сформировать дополнительные возможности для студенческого туризма и уже в этом году запустить пилотный проект. Кроме того, откроется 45 тысяч бюджетных мест в российских вузах в ближайшие несколько лет. Также до 2024 года на гражданские научные исследования будет направлено 1 триллион 630 миллиардов рублей. Илья Андреев, Универньюс. Казанский федеральный университет вошел в сотню лучших вузов мира. О том, по каким трем целям КФУ поднялся в рейтингах Times High Education по направлению Impact Rankings в 2021, расскажем в нашем следующем сюжете. В рейтинге Times Higher Education, посвященном реализации целей устойчивого развития ООН, The University Impact Rankings, Казанский университет участвует с 2019 года. Мы все три года старались активно участвовать в этом мероприятии, потому что это очень важно не только для пропаганды того, что мы делаем, а для того, чтобы соизмерить и посмотреть, насколько те приоритеты и те направления, в которых мы выбрали для себя в качестве опорных, насколько они соответствуют глобальным задачам и какой вклад мы вносим в развитие не только региона, который понятен страны, но также в общие ценности. Сейчас Казанский университет занимает строчку 201-300, но при этом совокупный балл увеличился практически на 10% и составляет 76,5%, а также по количеству вхождения в топ-100 по разным направлениям в вуз на втором месте в стране. В первую очередь это цель четвертая, это качественное образование, но я думаю, что это понятно, потому что уже на протяжении последних семи лет полномерно и устойчиво, вернее системно мы занимаемся над развитием этой компетенции, и поэтому есть движение в соответствующих предметных рейтингах, и вот сейчас это нашло отражение и в этих оценках. Также вуз занял 97 место по реализации цели устойчивого развития ООН, достойная работа и экономический рост. 75 место по реализации цели устойчивого развития ООН, построения миролюбивого и открытого общества. Сейчас ведется работа над новой программой. Марат Софиулин подчеркнул, что приветствуются и новые прорывные проекты, и пригласил к сотрудничеству. В Казанском университете обсудили проведение предстоящего Международного конгресса лингвистов. Все подробности далее. В рамках встречи была создана рабочая группа по подготовке и проведению 21-го Международного конгресса лингвистов, который пройдет в Казанском университете летом 2023 года. Соорганизатором является Институт языкознания Российской академии наук. Напомним, что заявка на проведение конгресса была одобрена летом прошлого года Международным комитетом лингвистов. Это самая авторитетная и серьезная профессиональная ассоциация. И сегодня прошло первое заседание Организационного комитета по организации проведения данного конгресса лингвистов. Были обсуждены такие вопросы, как финансирование, формат мероприятия, который будет зависеть от эпидемиологической ситуации в мире, информационное освещение в СМИ, проживание и питание участников конгресса, а также культурные программы для них на время пребывания в Казани. В ближайшее время мы договорились о том, что соберемся отдельно по каждой проблеме, обсудим, подготовим свои предложения. Отметим, что почетным президентом конгресса выступит президент Республики Татарстан Рустам Миниханов. Президентами конгресса также выступит ректор Казанского университета Ильшат Гафуров и директор Института языка знания РАН Андрей Кибрик. Уникальность проведения международного конгресса лингвистов в 2023 году в том, что Казанскому университету выпала честь стать первой российской площадкой. Конгресс проводится раз в пять лет и до этого в России не проходил ни разу. То, что в 2023 году наш Казанский федеральный университет посетят авторитетные лингвисты, мне кажется, как раз это напрямую скажется в том числе и на повышение нашего Казанского федерального университета в мировых предметных рейтингах в области лингвистики, современных языков, гуманитарных наук. Конгресс пройдет в Казанском университете с 25 июня по 2 июля 2023 года. Диана Шлинкова, Фарид Захитоглы, Универньюс. Завершился всероссийский ежегодно образовательный форум Russian PR Week, который проходил с 19 по 21 апреля в Казани. По традиции площадкой для проведения стал актовый зал Института экономики и управления финансов Казанского федерального университета. Образовательный форум Russian PR Week – это масштабное мероприятие для студентов, которое на одной площадке собирает молодых специалистов, преподавателей и профессионалов. В течение трех дней топовые спикеры из Москвы, Питера и Казани делились опытом работы в СМИ и креативной индустрии. Форум был насыщенный, такого еще у нас никогда не было, потому что зарегистрировали большое количество человек. Все были распределены на каждый день, в совокупности 700 человек у нас присутствовало. И чтобы поместить всех в зал и дать возможность всем познакомиться со спикерами, послушать какую-то информацию, мы решили разбить их на несколько дней. На форуме можно было принять участие в Олимпиаде по рекламе, маркетингу и пиар, а также в интеллектуальной игре реквизит. Каждый день у нас было по четыре спикера, очень насыщенная программа в этом году. Мы, в принципе, рады, что так произошло, потому что хотелось вместить как можно больше информации, познакомить ребят с как можно большим количеством классных спикеров, которые у нас приезжают из Москвы. Елизавета Никитина, Ленардо Литяров, Универ Ньюс. На этом все. В студии была Надежда Дик. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!